Приветствую вас. Начать надо бы с того, чтобы вообще-то говоря, ну, увидеть, как вы именно реагируете на упоминание мужчины о бывшем, вот. Потому что вы ни слова об этом не сказали, вот. Я не знаю, заметил вы или нет, но ни слова вам про это не было сказано. Вот. То есть вы просто говорите, что вот есть такой момент, есть факт того, что человек вспоминает какие-то вещи, вот. Ну, как бы и всё. То есть вы не раскрываете никак момент своего отношения. Вот. Дело в том, что здесь ведь, возможно, серьёзная достаточно травма у вашего мужчины, потому что если вот ситуация такова, как вы её описываете, то это были весьма проблематичные, может быть, даже созависимые отношения, где человек, по сути, очень долго терпел, очень долго наступал в себе на горло, да, там, ну, если гордо здесь, может быть, может быть, справа, справа, это не так, не так, не так, это важно. Вот. Сейчас. Ну, вот. Факт тот, факт тот, что подобные вещи, конечно, они бесследно не приходят для людей, вот, к сожалению. И, естественно, что у человека, ну, остались какие-то вот негативные воспоминания, это нормально. Вот. Дальше, значит, смотрите, на что можно обратить ваше внимание? У вас не сложились отношения с отцом вашего ребёнка. И вы выбираете мужчину старше себя. Ну, достаточно старше. Соответственно, здесь может быть некоторый деструктивный сценарий. Вот. У вас в победе, соответственно, надо его подтвердить, или оповергнуть. Вот. И скорректировать. Если такая необходимость есть, то есть помочь. Здесь важно не только вам. Точнее, не только вам, но мужчине. Вот. Помощь есть много сторон. Дальше. Вы говорите о том, чтобы он впиливает. И говорите о том, что мужчина бывает грубоват. Это может стать проблемой в будущем, если никак не реагировать. То есть, на мой взгляд, вам важно демонстрировать человеку, что неприятно. вам демонстрировать человеку, что, ну, например, что вы не хотите, чтобы было так. И, соответственно, здесь делать упор на некоторые личные границы свои. То есть, не позволять человеку так себя вести. С одной стороны, вот. Обсуждать этот момент. И, ну, как-то взорвать на него внимание в другую. Потому что грубость это агрессия. Вот. Агрессия, в свою очередь, это, ну, право. Некоторый такой страх, как право. Вот. Поэтому мужчина, скорее всего, чего-то боится. И боится, может быть, он боится повторения ситуации со своей женой. Что вы будете изменить его. Может быть, что-то ещё. Вот. И, соответственно, на это тоже нужно обратить внимание. Дальше. А если вы реагируете ревностью, если вы реагируете, вот, болезненно на его упоминание о своей бывшей жене, то речь идёт про вашу уверенность в себе. Точнее, не уверенность. И некий внутренний конфликт, некоторый внутренний не принять. Вот. Ну, по-разному бывает. Можно говорить об обесценивании себя. Вот. Можно говорить о сравнивании себя с другими людьми. А можно говорить про то, допустим, что вы хотели бы, например, что вы хотели бы в общении с мужчиной. То есть, ну вот, вы говорите, например, что человек прилично старше вас. Вот. И это свидетельствует, пусть и косвенно, а помню, что, может быть, вы тяготеете к родительским фигурам. То есть, грубо говоря, вы обесцениваете своих ровесников. Вот. Обесценивание ровесников. Багуильно часто явление для людей, которые выбирают партнеров постарше. И здесь есть момент такой достаточно важный – проектирование непринятия. То есть, если я что-то не принимаю в себе, то я не буду принимать это в других людях. Если мне тяжело, трудно, бессмысленно, ну, кажется, общаться с ловизниками своими, например, то мне тяжело найти не с собой. Или мне тяжело вот что-то в себе принимать. Понимаете? Конечно, конечно, у вас может быть действительно любовь, у вас может быть действительно выбор партнера и может быть, вы действительно нашли друг друга. Такой момент тоже исключать нельзя. Но с учётом того, что вы говорите, с учётом того, что по факту вы ревнуете, вот, с учётом этого, я думаю, что имеет место быть какой-то вот негативный, ну, негативный сценарий. То есть, иными словами, вот, если, например, вы тяготеете к родительской фигуре, да, то, соответственно, как-то ваш мужчина, да, не принадлежит только вам, если такое вот своего рода числа собственничества здесь возникает. Вот, и ничего хорошего для вас в этом нет, потому что чувство собственничества – это не про любовь, чувство собственничества – это больше про потребность, ну, свои собственные потребности, я имею в виду. Вот, и замещение, ну, по сути, одного чувства подруги, то есть, любовь здесь замещается вот своими собственными потребностями, ответственность за которые перекладываются на человек, да, ну вот, в данном случае на мужчину, вот. И вы становитесь зависимым. А так, как сейчас вы зависимы от того, вспоминает ли он свою бывшую жену, например, или нет. Вот. В этом смысле вы нет настоятельных. Вы говорите о том, что встречается в месяц, то есть, в принципе, срок для отношений – это небольшой, как минимум небольшой. Как максимум – это вообще ничего не значит еще. То есть, ну, в том смысле, что за месяц можно только соприкоснуться с определенным образом человека, да, но реального человека не увидеть, вот. Ну, можно не заметить реального человека, и мне кажется, что это происходит само. Именно это. Именно это, мне кажется, с вами происходит. То есть, вы можете не замечаться реального человека, не замечать реальную личность, а она может видеть только тот образ который вы хотите видеть. Естественно, что в этом могут быть также свои сложности, в этом могут быть также свои трудности и в этом могут быть также свои нюансы, которые способны ухудшить отношения между вами и мужчиной. Ну а по традиции страдать будут дети, как правило. Ваши дети, его дети будут страдать из-за этих моментов. Поэтому, на мой взгляд, лучше что вы можете сделать. Это может быть обратить внимание вашего мужчины на то, как он реагирует. Вот именно, ну именно на фейзене бывшего. Что реагирует, он достаточно болит. Постараться обратить его внимание на этот момент. И предложить ему помощь. Я имею ввиду профессиональную помощь для того, что проблема была решена. Вот. И самой так же, что в принципе можно преподнести как дополнительный аргумент, да, самой тоже обратиться к психологу. Вот. А в деле еще как-то вот вам вдвоем можно было бы поработать там, тоже было бы, на мой взгляд, весьма-весьма полезно вам. Именно вдвоем поработать, чтобы, ну может быть, может быть научиться друг друга слышать. Лучше несколько, чем это вы делаете сейчас. Да, да. Вот. Чтобы не было грубости в отношениях и так далее. Потому что не только для вас это деструктивно, но и для детей, которые, как бы с вами, тоже весьма-весьма драматичны. Ну, наверное, для этого придется вашему мужу, точнее мужчине, простите, признать, что у него есть проблемы определенные, и что с некоторыми проблемами он сам не справляется. Вот. Но повторюсь, здесь есть момент такой, что вы весьма недолго встречаетесь. То есть вы встречаетесь буквально на месяц, как вы говорите. Там очень мало. И вполне возможно, что мужчина, если вы ему что-то такое начнете говорить, просто скажет, что в случае, ну, там, да, недвое дело, да, и так далее, например. Вот. Поэтому, во избежание таких ситуаций, я думаю, что начать вам можно с самой себя. Так будет легче. Вот. Параллельно встречаясь с мужчиной, пусть пройдет еще какое-то время. Вот вы, например, уже сможете сказать, что, да, в принципе, я хотел бы с тобой серьезных отношений, да, вот, мне вот, ну, некоторые моменты напрягают, да, некоторые моменты меня беспокоят. Вот. При этом тема бывшей жены – это его прошлое. Вот. И так уж получилось, что, может быть, оно будет преследовать его достаточно большого количества времени. Вот. Вот. Его бывшая жена – это счастье выжить. Не маленькая, не маленькая счастье выжить. Только потому, что вы говорите. Двадцать лет они были в браке или даже больше. Вот. Поэтому, по этому моменту вам желательно определить вы, вот, понимаете, человека, да, с определенным багажем или нет. Потому что если нет, то, возможно, имеет, ну, имеет смысл не продолжать дальше отношения. Вот. Ну, если вы не хотите упоминания, вот. Самое бывшее уважение. Вот. Ну, тогда, опять же, в какой-то степени возникает вопрос о том, что вы выбираете мужчина по-старше, но, в общем, чем по-старше человек, тем больше у него, соответственно, некоторого бэкграунда, больше у него прошлого. И это, ну, как мне кажется, абсолютно нормальная история. Вот. То есть, вот, такое ощущение, да, что, выбирая, вы, как бы, ну, выбирать выбираете, да, но всех нюансов, нюансов, возможно, не осознаете, не включаете их в свое сознание. Вот. Хотя это было бы, весьма, весьма полезно для вас, как мне кажется. Вот. Ну, потому что тогда бы вы смогли более реалистично воспринимать ту картинку, которая, которая, вот, имеет место быть. Вот. Поэтому то, что вы говорите сейчас, то, о чем вы пишете, это больше про ревность, это про страх, вот, вероятно. Но, опять же, вы, по моим ощущениям, именно по моим ощущениям, вы спрашиваете про реакцию на его бывшую жену, да, но при этом, при том, что вы задаете такой вопрос, вы не раскрываете свою реакцию. То есть, вот, это очень важно, что вы, вы ее не раскрываете. Вот вы, вот это, значит, как не реагировать. Вот. Говорите вы. А как вы реагируете? То есть, ну, наверное, если вам хочется, если вам хочется, ээээээээ, ну, как-то реагировать, то, наверное, наверное, как-то реагирует, ну потому что вы уже как-то реагируете, поэтому ваш вопрос вот именно вот в таком контексте, он не совсем ясен. И, кроме того, вы, как я уже сказал, не раскрываете суть вашей реакции, какая она. Ну, как бы там ни было, за негативным. Реакция за негативным реагированием, как правило, находится некий конфликт. Ваш конфликт. Его нужно отыскать и поработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам, буду благодарен. За обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.